Но в Путине, кроме того, что он разведчик, есть элемент маниакала очень сильный. Поэтому первое, что он сделал, когда стал премьер-министром, первое и второе, это он помчался на Лубянку и восстановил на дверях брельеф Андропова. Согласитесь, не самое насущное занятие для премьер-министра, только назначенного. И потом замена гимна – это чистый маниакал. Просто не все понимают, что Глинка был идеальной находкой. Да, мы демократы, мы западники, мы не государственники, мы не любим Глинку, не любим оперу «Жизнь за царя» и не любим Ивана Сусанина. Мы смеемся с этим, тем более это все вранье полное. Но по контрасту с советским гимном мы готовы были вставать под «Боже, царя храни», только вне советский гимн. Вы встаете под советский гимн сейчас? Конечно нет, да и не было повода. Путин у нас дома его не играет, и вообще его играют только в Госдуме. Там под него сидел Ковалев, Юл Рыбаков, а сейчас никто под него. А фракция СПС стояла у дверей, ожидая, пока ему кончится, и можно будет... А сейчас все встают. Потому что там ни одного демократа не осталось. Так вот, националисты, которых в России пруд пруди, вставали, как же, «Жизнь за царя», они же государственники, Иван Сусанин их герой. А коммунисты вставали из страха, что их обвиняют в том, что они плохие патриоты. Так вот, зачем нужно было городить огород, если под этот гимн вставали все, независимо от убеждений? Зачем было придумывать гимн, под который полстраны вставать не хочет?